А что, если взять самый дешевый компьютер, по сути это ноутбук без клавиатуры, и посмотреть, как на нем работает Windows 10? С ней он, собственно, и шел. Еще в Chrome OS, Linux. Эту таблетку на древнем холодном атоме мы купили всего за 6 тысяч рублей, две из которых вернули после спора с продавцом. Рядовой выпуск про трэш-компьютер превратился в расследование, ностальгию по нулевым и тестом Linux на слабом железе. В общем, сегодня будет экшен. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин, работаем в широком диапазоне, читайте нас в Телеграм, ВКонтакте, смотрите на Рутуб и Ютуб. Разбираемся, что можно выжить из самого дешевого x86 планшета в 2024 году. Поехали. Если вам нужен сервер для размещения проекта, сейчас самое время арендовать его в Selectel. Тем более это можно сделать с хорошей скидкой. Компания, ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры с 24 тысячами активных клиентов и 15-летним опытом работы на рынке. Мы бывали у них в дата-центрах и даже сажали вместе деревья. Это серьезная организация с огромными помещениями и продвинутой инфраструктурой. И неважно, какой у вас проект. Интернет-магазин, приложение или серьезный онлайн-сервис. Благодаря большому количеству конфигурации выделенных серверов, в Selectel любой подберет идеальное решение по мощности и бюджету. На запуск потребуется от двух минут. Все серверы по умолчанию соответствуют стандартам 152ФЗ российского закона о персональных данных. Сейчас у вас есть шанс заказать выделенный сервер в Selectel по выгодной цене благодаря аукциону серверов. Но это аукцион наоборот. Цена не повышается, а снижается с каждой секундой. Каждый день к заказу доступны несколько готовых конфигураций с хорошей скидкой до 35%. Но торопитесь, такие выгодные предложения быстро разбирают. Переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы успеть арендовать выделенный сервер Selectel со скидкой до 35%. Найти такой планшет на Али проще простого. Главное указать в запросе Windows и цену до 7000 рублей. Предложений десятки. Девайсы продаются сотнями штук и отзывы в основном положительные. Мы взяли версию с двумя гигами ОЗУ на последнем восьмитысячном поколении атомов, которые вышли в 2016 году. Да, в продаже есть варианты на более старых трехтысячной серии с одним гигом ОЗУ, но это будет слишком больно. Лучше доплатить косарик. Уже из коробки планшет вызывает ностальгию. Когда он появился, не было никаких USB-C, только microUSB и круглый коннектор зарядки с блочком аж на 10 Вт. Спасибо, что есть один полноценный USB и слот для microSD. Внутри всего 32 гигабайта памяти. Китайцы не обманули. У планшета IPS-экран, но с разрешением 1280 на 800 при 10 дюймов. Есть воздушная прослойка между матрицей и тачем, поэтому чаще всего вы будете видеть в нем свое отражение. И скажу я вам, снимать на камеру такой дисплей очень сложно. Это типичный планшет на винде из начала двухтысячных. С запуском никаких проблем. Стоит Windows 10, 15, 11. Это одна из самых первых сборок прямиком из 2016-го. Она даже мой Wi-Fi не смогла увидеть. Пришлось раздавать интернет с айфона. Зайдя в настройки, я понял, что китайцы в очередной раз обманули. Полгода назад мы уже делали ролик про рисовый ноутбук за 8 тысяч рублей, в котором процессор оказался в два раза хуже обещанного. Тут та же самая история. Вместо Atom Z8350 из 2016-го я получил Z3735, которому в этом году стукнуло 10 лет. Значит, можно открывать спор и сбрасывать цену еще на пару тысяч рублей. Китаец тут отпираться не стал. Обновляться до последней версии 22H2 система не захотела. И это, кстати, был первый звоночек, который мог сэкономить мне три дня. Но я решил, что это проблема китайской кривой сборки или просто очень старой винды. Тем более планшет пришел с чужой учетной записью и стал требовать пароль после перезагрузки. Вариантов нет. Нужно перебивать винду. Ставить на Atom с двумя гигами ОЗУ последнюю тяжелую десятку нет смысла. Китайский ноут на более мощном Celeron с ней отчаянно лагал. Наш выбор – легкая сборка, где отключен защитник, телеметрия и множество ненужных служб. Устанавливать себе на основной ПК такую покалеченную систему не стоит, но в данном случае другого выхода нет. Первый же нюанс – BIOS не сенсорный. Максимально кастрированный, кроме настроек загрузки и безопасности, здесь ничего нет. Так что без USB-концентратора с мышкой, клавиатурой и флешкой тут не обойтись. Урезанная сборка 22H2 залетела без проблем всего-то за каких-то полчаса. Прямо как во времена Windows XP, когда можно было откинуться на стул и порелаксировать под приятную музыку. На современных ПК такого уже нет. Переустановка Windows – это двухминутный процесс. Диспетчер устройств сразу насыпал десяток неизвестных комплектующих. Потратив вечер, удалось поставить драйвера на все, кроме DPTF. В поисках нужной софтины я даже опустился до драйвер-паков, которые установили мне кучу мусора и Google Chrome. Танцуя с бубном и пройдя до третьей страницы Google, пришло понимание, что это тупик. DPTF нужен для управления питанием процессора. И он как раз появился с третьего поколения мобильных Intel Core и Atom 3000. Писались дровишки только под Windows 8, про долгую поддержку тогда никто и не думал. Поэтому Microsoft на своем сайте честно пишет, что со свежими сборками Windows 10 на Atom 3000 серии будут проблемы. А значит невозможность обновить систему выше Windows 10, 15, 11 – это не бака фича. Покупая в 2024 году такой планшет, нужно помнить, что он будет заперт за 8-летними окнами. Выхода нет. Еще один вечер я убил на поиск и установку одноязычной Windows 10 из начала времен. Снова с десяток восклицательных знаков в диспетчере устройств, а попытка воткнуть нагугленные драйвера приводили к ребутам и черным экранам. В общем, если хотите себе взять такую китайскую балалайку на винде, сразу же делайте бэкап всех драйверов. Загуглив настоящую модель планшета, а не ту, что указана в описании на Али, получилось найти папку на Google диске со всеми дровами. Они встали как родные, кроме многострадального DPTF, но под Windows 10, 15, 11 удалось найти рабочий в сети. Заодно стало понятно происхождение девайса. Существует американский производитель планшетов и смартфонов RCA. Это что-то наших DIGMA и IRU. Компания заказывает в Китае OEM-устройства со своим логотипом и продает их в Штатах с местной гарантией. Судя по драйверам, планшет был выпущен в 2017 году, и продажи, скорее всего, не пошли. Тогда на рынке уже год были дешевые портативки на более быстрых Atom 8000 серии. В итоге RCA признала провал и убрала упоминание устройства со своего сайта. Ну а китайцы, которые остались на руках с кучей плат, корпусов и чипов, решили зачем пропадать добру, и теперь такие планшеты массово продаются везде, от Алика до Ебэя. Итого, что мы имеем. Планшет с бликующим IPS-экраном на 10-летнем Atom с 2 гигами ОЗУ и старой 32-битной виндой всего за 4000 рублей. После спора с продавцом. Сомнительно, но окей. Давайте проверим, на что способен такой гаджет в реалиях 2024 года. Таких чисел в CPU-Z вы, наверное, даже не видели. Четыре ядра с бустом под 2 гигагерца, полное отсутствие кэша третьего уровня и AVX-инструкций. Intel урезала атомы по полной. Поэтому результат во встроенном тесте смешной. 30 баллов в однопотоке и 120 в многопотоке. Тут даже сложно провести параллель. Чтоб вы понимали, Pentium 4 в 20-летней давности будет в раза в три быстрее. Короче, современные бенчи 3000-й атом не переваривают. К тому же большинство тестов отказалось стартовать на древней 32-битной системе. Запускаем машину времени. Алды помнят Sinebench 10. В нем камушек выбил 900 попугаев на одно ядро и около 3000 в многопотоке. Это в полтора раза лучше четвертых пиньков и где-то на уровне пень-дэшек. При этом смешное потребление всего полтора ватта. Да, это была эпоха энергоэффективного Intel, когда четыре ядра на частотах под 2 ГГц укладывались в пару ватт с нагревом только до 70 градусов в планшете, у которого пассивное охлаждение. Современные N100 так уже не умеют. Им нужны 15 ватт и кулер. А вот тесты AIDA64 отнеслись к Z3735 на удивление очень неплохо. В среднем он находится на уровне четырехъядерных феномов и квадов из конца нулевых. У таких чипов до сих пор нет серьезных проблем с мультимедийными задачами. Но последний 7-зип опустил атом десятилетней давности с небес на землю. Бенч архивации выдал всего 5 гипсов. Все, что вам нужно знать об этом результате, одно ядро Ryzen 7000 почти в 4 раза быстрее. В общем, производительность процессора у планшета далеко не рекордная. Но давайте посмотрим на графику. Тут Intel не стала изобретать что-то новое, и просто взяла HD 4000 из третьего поколения Core. Отрезала три четверти кокосов, снизила частоту до 600 МГц. Есть поддержка DirectX 11. Последние драйвера от 2020 года, поэтому с играми проблем быть не должно. Запускаем легендарный, такой знакомый многим 3DMark из 2006 года. Который тут, конечно, выдает слайд-шоу, 5-10 кадров, даже ниже. По тем временам графика в 3DMark была эталоном. Реальным примером, что нас ждет в играх в будущем. Здесь наш дохлый камушек выбил 1700 попугаев. Сравнить с чем-то современным здесь сложно. Столько же набирает популярная Nvidia 6600 GT из 2004 года. В общем, реальный предел такой интегряжки – игры из начала нулевых и Full HD рипы фильмов с торрентов. Благо, видеокодер Intel не урезала. Удовольствие от просмотра кино на обликующем экране с пищалкой вместо динамика получить будет сложно. Зато ностальгия по нулевым вам обеспечена. С интернетом планшет справился на твердую тройку. На удивление, последний хром без проблем встал на 30-битную систему из 2016 года, так что с веб-протоколами, как в семерке, проблем здесь не будет. Реалтековский Wi-Fi адаптер совсем простенький. Он выдает всего пару десятков мегабит в секунду. Но для серфинга больше и не нужно. В бенчмарке Speedometer 3 планшет набрал полтора попугая. Он шел настолько медленно, что можно рассмотреть все этапы тестирования. Даже бюджетные современные смартфоны работают в разы быстрее. В реальности, конечно, не все так плохо. Борозить интернет можно. Да, на 2 гигах памяти планшету больно, и больше пары вкладок лучше не открывать. Тяжелые сайты типа Пикабу и ВКонтакте заставляют атом серьезно поднапрячься. Но после загрузки страницы, скроллинг терпимый, вся графика на месте, стройка вообще смогла удивить. Тужась от нагрузки, она в пару с атомом в отсечке вывозит 2К видео на руту. И почти нет выпавших кадров. В общем, чтобы очень неторопливо посидеть на диванчике с планшетом в браузере, подойдет. А вот обрабатывать фото на таком девайсе очень трудно. Древний Photoshop CS6, я даже не помню, когда я его последний раз устанавливал. Даже с текстом начинает тормозить. Ну, я думаю, вы уже поняли, что это за дичь. Теперь я покажу вам игры. И для многих сейчас случится мощнейший флешбэк. Поэтому приготовьтесь. Первая проблема с игрушками случилась еще на этапе их скачивания. После установки Windows на флешке осталось меньше 20 гигабайт свободного места. И я не оговорился. Тут внутри действительно флешка EMMC на 32 гига. Ее Crystal Disk вообще не распознает как накопитель. Но скорости тем не менее терпимые. Выше 100 мегабайт в секунду на чтение и запись. С мелкоблочкой тоже все окей. Жесткие диски тут далеко позади. Тормозом такой не до SSD не будет. Но вот для хранения данных все же стоит подключить SD-карту. Раз интегряшка использует ОЗУ как видеопамять, посмотрим на ее скорость работы. Тут без сюрпризов. Одноканал DDR3 1800. Он выдает порядка 11-12 гигабайт в секунду на чтение и запись. С терпимыми задержками в 70 нс. На скорости кэша лучше не смотреть. DDR4 будет гораздо быстрее. А вот играть на таком железе полное безумие. Да, друзья. Это инсейн. Крутейший предок Fallout и BeamNG только из 2000 года. Который даже на древнем Атоме неплохо работает. Та самая известная версия безумия от Буки с крутым переводом у меня почему-то не запустилась. Пришлось скачать оригинал. И я вам скажу, игра в свое время прям гремела. Многие до сих пор помнят эти фразы. Даже сейчас прямых аналогов этой бездорожной гонки с ее механиками нет. Для тех, кто не застал, безумие это гонки по пустыням и полям с крутой физикой, повреждениями, которые влияют на управляемость, и различными режимами. От захвата флага и прохождения контрольных точек, которые рандомно появляются на карте, до разрушения противников. Карты с полностью открытым миром, со сложным ландшафтом, улетная физика подвески и потрясающий саундтрек. В процессе тестов я даже закончил первый этап. Игру сам прошел лет 20 назад. Это, кстати, тоже было одной из причин, почему обзор планшета так затянулся. Временами случались легкие фрезы, но это только добавляло игре той самой аутентичности. Дальше я вспомнил и запустил предка Балдурс Гейтс из 2002 года. Многие ее даже уже и не помнят. Вторая Айс Виндейл отлично идет в квадратном разрешении, никаких фрезов, игра пошаговая. Слегка побегал по окрестностям Трагоса с группой наемников, убил какого-то гоблина и вспомнил молодость. Следующий на очереди третий герой, который тоже не вызвали у планшета никаких проблем. Игрушка, конечно, не нуждается в представлении, ее портировали на множество систем и успели сделать HD-ремастер. На Атоме оригинальная версия работает резво. С учетом небольшого экрана графика выглядит отлично. Сенсорный ввод нормально эмулирует мышь, так что можно подраться с нежитью в долгой дороге. Но куда круче, по моему мнению, была вторая Дисайплесс. Сколько же времени я провел в этой мрачной пошаговой стратегии. Самый крутой момент для меня был, когда персонаж набирает достаточно опыта, и при условии, что вы построили одно из улучшений, в зависимости от желаемой ветки развития, превращается в другое существо. У второй части несколько крутых дополнений, там, с гномами, эльфами. Затянуть может надолго. Даже сейчас эта игрушка смотрится достойно. Настоящая классика. Еще одна легенда, первый Макс Пейн с его сумасшедшей улыбкой и той самой механикой слоу-мо. Игрушка 20-ти летней давности не вызвала у планшета никаких проблем, но тут без клава мыши уже не обойтись. Пострелять плохи шеи из песчаного орла на сенсоре не получится. Зато 10-дюймовый экран идеально подходит, чтобы проникнуться графикой того времени. На ПК без RTX ремастера игру лучше не запускать. Утонете в мыле. А если спросят, какая, по моему мнению, лучшая часть NFS, то помимо Most Wanted и второго Underground, но там больше за саундтрек, я вспомню пятую часть. Гоночный хит того времени про машины марки Porsche. Это была первая игра, которую я запустил на своем компьютере после братьев-пилотов. В 2000 году эта графика выглядела просто потрясающе. Тени, детализированные деревья, листики из-под машины, свет, повреждения и отличная физика управления. В игре десятки различных Porsche за последние полвека на экране планшета игра смотрится очень неплохо. Да, игрушка слегка лагает, особенно в ночном городе с кучей соперников, но именно такой я ее и запомнил. Сейчас серия NFS скатилась. Unbound вышел совсем бездушным, со своей аниматематикой. Ну и куда же без пятой Цивы? Одна из немногих игр под Windows, которая заточена на сенсор. Но для нее мощностей планшета уже маловато. В упрощенной DirectX 9 версии на запуск уходит минут 10. Управление не особо отзывчивое, да и временами случаются легкие артефакты, но с учетом пошаговости играть получится. Но уж если хотите Цивы, запустите ее на смартфоне с полноценной шестой версией. Ах да, я же забыл рассказать про качество этого тача. Его можно поцарапать обычным скругленным ключом, даже не прилагая усилий. Никакого стекла тут нет. Это обычный пластик, который будет собирать коцки из воздуха, дико бликует, имеет воздушные пузырики и битые пиксели из коробки. Так что, если, не дай бог, хотите пользоваться таким долго, надевайте перчатки. Ладно, хорошего понемножку. На самом деле, чтобы играть в старые игрушки, вам не обязательно делать это на вот таком древнем ПК. Давайте попробуем оживить этот кусок китайского пластика. В теории, идеальной системой для этого будет Google Chrome OS Flex. Компания гордо пишет, что это легкий Linux, который отлично подойдет, чтобы вдохновить вторую жизнь в старые гаджеты. Правда, при этом требует аж 4 гига ОЗУ, прям как Windows 11. С установкой на планшет никаких проблем не возникло, последний образ через расширение залетел на флешку, а оттуда уже неспешно на 10-летний атом. Я так скажу. Google врет про скорость работы Chrome OSI на старом железе. Система мало того, что отъела аж 15, 15 гигабайт на диске, так еще и работает хуже старой десятки. Нормальных дров под графику нет, даже спидометр отказался запускаться. Планшет оглох, потерял тач, сайты грузятся медленнее, чем на винде, при этом система абсолютно пустая, ничего кроме браузеров, даже андроид-приложения не поставить. В общем, мое мнение, полная шляпа, уж лучше на полноценной десятке. Я уже предвижу вопросы в комментариях, что есть Fight OS, это форк хромой оси с поддержкой андроид-приложений. Да, есть, он после пары пинков встал на планшет, но звука снова нет, тач не реагирует, скорость работы тоже так себе, зато можно, например, установить телеграм с андроида, только вот смысл в нем без сенсора. В общем, все эти хромоси баловство, на неподдерживаемых устройствах, без драйверов там делать нечего, поэтому путь лежит в честный, полноценный линукс. Но и тут меня ждала птичка обламинго. Все современные пингвины давно имеют 64-битный загрузчик групп. И формально это не проблема, Atom Z3735 тоже 64-битный, но вот у EFI у него 32-битный, поэтому современные линуксы не грузятся. При попытке запустить установку с флешки вываливается голый EFI shell. И проблема массовая. На 4 ПДА тема аж на 200 страниц. Но коллективный разум тут не помог. Лучшее, что я смог найти, это сборку Ubuntu 14, которая еще на пару лет стареет десятки 15-11. С ней, по крайней мере, можно увидеть групп, но вот дальше лайв-запуск с флешки не идет. Я ждал минут 10, глядя в черный экран. Да и в любом случае, смысла запускать 10-летний линукс нет. Это вам не винда, где даже семерка до сих пор имеет огромное комьюнити с софтом и поддержкой. На линуксе все быстро мигрируют на новые версии, и пингвин из 2014 года в текущих реалиях будет куда хуже окна из 2016. К тому же, скорее всего, и тач, и звук снова откажутся работать, и драйверов под линукс я точно не найду. Так что давайте напоследок заглянем, что у этого изделия под капотом. Разбирается это чудо легко, достаточно выкрутить несколько болтов по краям и поднять экран. Внутрянка максимально куцая. Много китайского воздуха между пластиковых ребер жесткости. По центру сиротливо притаился аккумулятор всего на 15 ватт-часов. Это уровень хороших смартфонов. Заменить в будущем его будет несложно, если, конечно, такое протянет несколько лет. Миниатюрная платка сбоку. В большинстве дешевых китайских ноутбуков ровно такая же. Никаких радиаторов и вентилятора, процессор охлаждается небольшой крышечкой, и для двухватного маленького атома это будет за глаза. Два гигабайта ОЗУ и флешка EMCC распаяны рядом. Заменить тут ничего нельзя. По всему корпусу прокинуты шлейфы до матрицы, док-станции, пищалки и камеры. Тут их, кстати, две. Мне удалось после танцев с бубном завести фронталку. Качество картинки вы видите. Типичное для дешевых портативок. А микрофоны с них записывают шум прибоя. Не знаю, почему так исправлять я уже не стал. Что мертво умереть не может? Вы представляете, я заставлял себя пользоваться вот этим почти неделю. Я никуда не спешил, и он тоже. Папка с проектом весит почти 270 гигабайт. Ставил камеру и просто ждал. После всех тестов я прекрасно понимаю, почему у производителя не пошли продажи 7 лет назад. Уже тогда этот планшет был на грани. А сейчас это просто фоторамка с ужасным покоцанным дисплеем. Сидеть в интернете на нем рекомендую лишь очень медленным людям. Смотреть фильмы тем, кому не жалко ушей и глаз. Линукс тоже не про него. Ну, это надо прям упороться, быть в теме. А брать в дорогу — это все те же самые минусы, только еще в движении. В общем, мне немножко жалко людей, которые пишут хвалебные обзывы про эти устройства. Такому гаджету не место в прогрессивном 2024 году. Только если отдадут даром. И то я не представляю себе сценария использования. Может, вы подскажете мне свои идеи в комментариях. Мое мнение, если нужен нормальный планшет на винде, ищите варианты хотя бы на Intel N100. Китайцы массово их клепают за 30-40 тысяч рублей. Там нет проблем с экранами и производительностью. 4E ядра легко вытянут любой серфинг и даже базовую обработку фото и видео. Ну, а если нужен недорогой планшет, тут выхода нет. Только Android. За десятку берется свежий китайский Lenovo Xiaosin, 8 ядер, нормальная Full HD матрица, ну и неплохой стереозвук. Такой гаджет будет гораздо быстрее вот этого старого Атома. Никаких проблем с редактированием документов и фото. Бонусом множество игрушек на Андроиде и свежая система с нормальным автономом. Очень хотел зацепить тему Линукса, но как-то не удалось. Думаю, в будущем мы к ней еще вернемся. Мы запустили телеграм-канал по Линуксу, ссылочка будет в описании. Залетайте, подписывайтесь. Что касается вот этого устройства, я думаю, лучшим завершением ролика будет его тотальное уничтожение. Меня зовут Михаил Крошин. Подписывайтесь на нас в Телеграм, ВКонтакте, смотрите на Ютуб и Ротуб. Сеанс связи окончил. Что для нас самое главное, друзья? Правильно, безопасность. Мы находимся в галерее стрелкового клуба. Здесь у нас недалеко, рядом с Балтийским морем, под Зеленоградском. Мишень будет располагаться примерно в 15 метрах позади меня. Оружие для утилизации. Это гладкоствол, вертикалка, бейдора БДР-90. Пули, как нам посоветовали в нашем Телеграм-канале, это картечь 32 грамма с низким разлетом поля. Давайте смотреть, что у нас получится. Нашу мишень я предлагаю закрепить вот на эту стойку, на обычный скотч. Мишень у меня за спиной. По технике безопасности оружие нужно всегда носить в разложенном состоянии. Палец на спусковой крючок мы кладем только непосредственно во время стрельбы. Ну, вот такие вот очевидные вещи. Попал просто замечательно. Кучно зашло. Планшет даже не воспламенился. Техника официально утилизирована. Я предлагаю еще стрельнуть по нему пулей. Так, ну еще один добивающий. А может не один. Ну и еще один картечью. Ну вот, друзья, так и закончилась судьба нашего устройства. Досталось ему, конечно, хорошо. И я надеюсь, что вы такие устройства себе покупать не будете. На этом все, друзья. Не забывайте подписываться на нас в Телеграм, Вконтакте, смотреть на Ютуб и Рутуб. Жду вас в комментах. Пока. Игорь, 24 года, Игорь. Какой онлайн. Давай.